В Ниньском округе продолжает работу межрегиональный форум «Наследники Авакума». В рамках форума в этнокультурном центре Наринмара открылась уникальная выставка под названием «Лестовка и подручник». Познакомиться с бытом и обычаями старообрядческих общин можно будет не только в фойе ЭКЦ, но и в режиме онлайн. Александра Литкова расскажет подробнее. Старинная прялка и сундук XVI века. Зоя Федоровна Чупрова бережно хранит вещи, которые из поколения в поколение передавались в семье по женской линии. У меня прялка, на которую бабушка пряла. Это мезенская ростя, спиженская. Здесь вот сундучок 1591 года сделан. Вот это самое в семье был. Бабушка здесь хранила краски, которые красила клубочки шерстяные, чтобы вязать писаные чулки. Поэтому вот так все храню. Особое место в семье Зои Федоровны занимает Лестовка и Псалтарь, которые также достались ей от бабушки. Бабушка была грамотная, староверская, староверка. Жила она в Скидске очень долгое время. Я воспитывалась тоже в Скидской. Геноставником был Сидорнилович Антонов. И вот у него было великое множество таких книг. И тогда, когда бабушка уже переехала в Усть-Цильму, она, конечно, вот читала и молилась по этой листовке. Это мне как раз от нее досталось. Там еще дома у меня в Усть-Цильме еще такой же Псалтарь есть. И листовка. Это уже мама потом уже молилась. И вот так я сохраняю, как говорят, и привезла сюда, в Наринмар. Многие экспонаты, представленные на выставке, имеют давнюю историю. Например, самовар семьи Асташовых, привезенный из Усть-Цильмского района. И еще ряд предметов быта, которые были распространены в избах старообрядцев. Работа по подготовке к выставке началась еще в начале года и включала в себя три мастер-класса. Первый был посвящен костюмам, второй – подручнику о третьей листовке. Были у нас обычные люди. Присоединился к нам клуб «Татьяна». Очень мы благодарны им. Ну и были люди, которые ходят в старообрядческую церковь. И третий мастер-класс. Благодаря Гусевой Афимии Григорьевне, она научила меня. Я приходила к ней, договорилась, чтобы она провела для меня лично мастер-класс по технологии, какая была распространена здесь, у нас в Нинском автономном округе, по изготовлению листовки. Предметы выставки также рассказывают о мужских и женских занятиях, показывают обыденную и праздничную одежду староверов. Кроме того, представлены платки по мотивам 19 века, выполненные ручной набойкой и вытравными красками. Ну а название выставки выбрано не случайно. Лестовка и подручник – это обязательные предметы для молебенных служб. Настоятель старообрядческой поморской общины Александр Липунов первым оценил экспонаты. Вот у нас нужно быть подручниками, так как у нас земные поклоны. Лестовки, чтобы нам не по пальцам молиться. Выставка, конечно, заслуживает как бы самое научное поощрение, можно сказать. Все сделано здорово, значит, вот можно популяризировать. Выставка «Лестовка и подручник» организована этнокультурным центром в рамках межрегионального форума «Наследники Авапума» и открывает целый ряд мероприятий. Это очень важная часть форума. Именно она открывает мероприятия этнокультурного центра. И далее у нас планируется целых 10 вечеров благодатного пения, которые последуют уже следом за выставкой, начиная с 24-го числа вечера. Будут принимать наши гости из разных регионов, из Риги, из Республики Бурятия, из Санкт-Петербурга, из Москвы. И гости из Великого Новгорода, они расскажут про традиционные блюда новгородских старообрядцев. Выставка доступна только для индивидуальных посетителей с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер, а также в онлайн-формате на сайте этнокультурного центра. Посетить выставку можно будет до 20 ноября. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал Север.